Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, этот видеоряд я прокомментирую, потому что основная мысль, которую я хочу донести, которую, я думаю, уже очень многие поняли, просмотрев видео-подборку из этого же магазина, она касалась, так же, как и это видео, тех тенденций, которые нас ждут осенью и зимой, какую обувь мы будем носить осенью и зимой этого года. И тут все традиционно для Италии, какими бы ни были тренды, какими бы ни были остромодные тенденции, итальянцы, итальянки адаптируют все под себя, а именно они очень любят классику, и поэтому даже остромодная обувь на тракторной подошве, на подошве, которая очень и очень широкая, высокая, она все равно адаптировалась и выглядит достаточно классически. Цвета, характерные для осенней обуви, это темный коричневый, все его оттенки, это также черная обувь, и продолжает иметь популярность белая обувь, наверное, за счет того, что она действительно очень красиво сочетается, даже любой темный аутфит способен оживить и превратить в остромодный. Обратите внимание на белую обувь, она может быть на черной подошве, она может быть на черной тракторной подошве, что очень удобно, то есть подошва не пачкает. При этом само кожаное изделие, либо из эко-кожи будет белого цвета. Безусловная вариация на тему ботега, но, на мой взгляд, на женской ноге смотрится несколько более изящно и выглядит лучше, чем ботега. Подобную обувь, она, безусловно, является остромодной, она была очень модной в прошлом году, в этом году она своей популярности не потеряет, я бы даже приобрела для себя. Подобная обувь мне очень нравится с короткими пальто, с пальто, помните, как говорит Франческа и Давиды, формула, которую они нам предложили, пальто середина колена и платье середина колена может слегка выглядывать, либо быть чуть-чуть короче. С подобной обувью именно подобный аутфит смотрится очень и очень хорошо, исходя из моих наблюдений, я видела в прошлом году девушку, она была в Вероне, и мне очень понравилась именно эта обувь, которую я никак не принимала именно в такой компоновке. Вот, пожалуйста, белая обувь, она может быть на белой подошве, может быть на черной подошве, и, кстати, в прошлом году стала появляться цветная подошва темно-синего цвета, цвета блюэт, а также красного цвета. В этом году подобную обувь я встретила только в единственном экземпляре, но мне почему-то кажется, что эта обувь итальянкам понравилась, и мы ее увидим еще несколько раз, потому что действительно, как и в случае с белой обувью, подобная обувь, даже любой темный аутфит, а как правило, когда мы выходим в зимний период, когда уже холодно, у нас настроение не то, чтобы наряжаться, и пасмурно мы одеваемся и склонны одеваться в темные цвета. Так вот, подобная обувь на тракторной цветной подошве, она тоже очень красиво смотрится в темных аутфитах. Марка Via Aroma 15. Я рассказывала об этой марке, явилась для меня открытием в этом сезоне. Я купила себе сапоги по совету своей очень хорошей знакомой, она работает директором в одном бутике, и сказала, что эта обувь очень удобна, она целый день в ней может находиться. Поэтому для своих тревел-влогов я купила себе такие сапоги, вы много раз могли их видеть на стритстайле. Могу сказать, что популярность этой обуви, она, наверное, пришлась на период примерно 5 лет тому назад. Сейчас очень многие обувщики эту обувь уже не закупают, но итальянки ее очень любят, поэтому до сих пор во многих магазинах вы можете найти аутентичную обувь. Как в данном случае я меряю и показываю сапоги Via Aroma 15, но также и вариации на тему. Очень многие магазины, как я вам уже рассказывала, выпускают обувь под собственной маркой. Это может быть самая различная обувь. И очень часто одну и ту же модель мы можем видеть под разной маркой того или иного магазина. Те, кто смотрит внимательно мои выпуски, наверняка это уже заметили и на витринах, и в обзорах. Мы встречали абсолютно одинаковую обувь, но с разным логотипом, с разным указанием бренда на стельке. Это совершенно распространенная нормальная история для Италии, ситуация, в которую очень многие попадают. Обувщики, которые имеют крупные магазины, которые продают, как и другие бренды, и однажды решают выпускать под своим брендом. Они приезжают на фабрики, где, как правило, уже приготовлены и продуманы модели. Осталось выбрать и дополнить, если это возможно. Какими-нибудь деталями, например, добавить, либо убрать пряжку, поменять цвет. Часто можно поменять цвет фурнитуры, если она предусмотрена, и, соответственно, получить некий индивидуальный продукт. Но, тем не менее, уже разработаны на той фабрике, куда ты обращаешься, для того, чтобы выпускать, начать выпускать обувь под собственным брендом. Стюарт Вайцман, я думаю, тоже будет очень популярен. То, что я мерю сейчас, это вариация на тему Стюарт Вайцман. То есть, это, опять же, снова то, что мы можем наблюдать здесь, в Италии, когда определенная модель определенного бренда не всегда итальянского очень популярна. И многие разрабатывают подобную модель. Как правило, она выполняется в коже, стоит гораздо-гораздо дешевле и очень часто ничем не уступает оригиналу. Эту модель, я думаю, тоже очень многие узнают. Эти ботинки мне очень понравились. Я всегда говорю, что, когда мы выбираем ботинки на шнуровке, очень важно, чтобы в районе щиколотки лодыжки они сохраняли тонкость, узость нашей лодыжки. Эти ботинки, безусловно, отвечают этим требованиям. Они мне понравились, несмотря на то, что я небольшой любитель фурнитуры, небольшой любитель цепей. Мне никогда не нравились ботинки на шнуровке. Вариация ботинки на шнуровке – солдатская тема. Но могу сказать, что когда эти ботинки стали более женственными, то есть они прямо сузились, кожа стала более гладкой, на изделии появилась фурнитура, допустим, золотая, эти ботинки мне стали нравиться за их универсальность. Они подходят абсолютно ко всему. Они прекрасно будут смотреться с брюками любой длины и фасона. Например, на себе подобные ботинки я вижу с брюками палацу, которые я накупила себе на предстоящую осень. Эти брюки будут очень хорошо смотреться с юбками любого фасона и любой длины. Конечно же, подобная обувь прекрасно смотрится и сочетается с юбками мини. И вообще с платьями, и также верхней одеждой вариация мини, длина мини. Продолжение следует... Обувь, которая внешне очень похожа на Виарома 15, и тем не менее, это собственное производство этого магазина. Могу сказать, что если бы мне дали в руки эту обувь, я бы ее не смогла отличить от аутентичной. У многих моих зрителей вызвали интерес вот такие необычные пальто. Я их вижу уже не в первом магазине и не в первый раз примеряю. Если вы внимательно смотрите обзоры, не пропускаете, вы эти пальто уже видели. Удивительно, но факт. Это испанский бренд, который набирает свою популярность, выпускает не только пальто, но и также пиджаки, жакеты, которые прежде всего отличаются необычным сочетанием цветов, а также необычной фурнитурой. Продолжение следует... Кроссовки-носки, как я их называю, по-прежнему представлены. Не могу сказать, что часто я их встречаю на модницах, но тем не менее, эта обувь продается, эта обувь по-прежнему носится. Мы будем ее видеть и в этом сезоне. Леопардовый принт в особенности любим итальянками. Он представлен из сезона в сезон, никогда не потеряет своей популярности. Всегда, в любом итальянском магазине вы найдете обувь, а также аксессуары в виде ремней и сумок анималистичного принта. Но, повторюсь, леопарда любят больше всего. Продолжение следует... Продолжение следует... Те, кто выбирают коллекции для своих магазинов, будь то обувь, одежда, аксессуары или сумки, очень хорошо чувствуют тенденции. И могу сказать, что популярность цепей, безусловно, пришлась на прошлый год. Но в этом году цепей по-прежнему много. Они разные, они очень большие, могут быть выполнены из пластика, либо имитировать металл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спортивная обувь и все вариации на эту тему не теряют своей популярности и актуальности. Белых кет, белых кроссовок, а также цветных будет очень много. Но я обратила внимание, что черно-белый принт в фаворе был у дизайнеров в прошедшем летнем сезоне. И также по-прежнему не теряет своей популярности черно-белый принт, черно-белые ансамбли и этой осенью. На обуви это также сказывается. Но посмотрите, как много обуви абсолютно классической, безвременной формы. Это касается формы, высоты каблука, мыса. Он не слишком квадратный, не острый, не закругленный. Вот на самом деле классика на все времена. И такая обувь очень широко представлена сейчас в магазинах Италии. Ну что ж, мои прекрасные зрители, вот такая обувь этого сезона, обувь, которую мы будем носить здесь в Италии, которую нам предлагают носить здесь в Италии. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и принесло вам также вдохновение. Мне очень понравился комментарий, что благодаря моим подборкам скорое приближение осени не так расстраивает моих зрительниц, как возможно это было бы, если бы не было моих подборок, которые вдохновляют очень многих уже на осенние аутфиты. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok